В аварии нашли виноватых Борисовская ПЭЧ, Оршанская и Чешачи. В декабре 2016 года через Оршу по железной дороге проехал сверхнегабаритный груз, корпус реактора Белорусской АЭС. Это уже второй такой корпус, который ехал через Оршу. Первый уронили на самой Краткой АЭС. 26 июля 2016 года во второй половине дня Министерство энергетики признало инцидент, сообщив, что нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении токилашных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости. Как заявил позже глава Росатома, по просьбе белорусских коллег корпус реактора Белорусской АЭС заменит. «Не видно каких-то проблем. Корпус абсолютно работоспособен, он может быть использован на других проектах. Никаких дополнительных издержек, кроме связанных с перевозкой реактора, нет, это мы точно сможем решить. Поэтому проблем я не вижу», сообщил журналистом Сергей Кириенко. «Ну и второй корпус вляпался в приключения, причем, еще при транспортировке, на станции Славная с верхний габарит ударился об опору», считает белорусский сайт. И хотя никто пока не принимал решения о том, чтобы снова заменить корпус, разбирательство в ситуации с определением виновных все же произошло. В распоряжении сайта есть телеграмма, которая рассылалась по всем подразделениях железной дороги и, при этом, в отличие от других телеграмм рассказывающих о чрезвычайном происшествии на БЧ, имело почти секретный характер, после ознакомления нужных работников с телеграммой, ее возвращали ответственным лицам, а в самом тексте слова «корпус реактора» или «АЭС» не упоминаются ни разу. Хотя речь идет, очевидно, про корпус ректора, поскольку других сверхнегабаритов по этой линии железной дороги да еще и с попаданием в аварию в декабре не проходило. В тексте телеграммы виновными в происшествии называются работники трех подразделений БЖД Борисовский ПЧ, путевая часть, дистанция пути, современное название, Оршанская ШЧ, шнуровая часть, дистанция о сигнализации и связи, современное название, и Оршанская ЭЧ, энергетики.